Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в студии гость, который... Ну, представляйтесь, гость. Ну что, всем привет! Меня зовут Макс. Ну, я Crazy Max по имени на YouTube. Ну, вот вы чем занимаетесь по жизни, скажите? Ну, я занимаюсь, я работаю, так сказать, в шоу-бизнесе, у директора, продюсера Ирины Аллегровой, помощником его, ну, в общем... Подождите, то есть Ирина не только сама актриса, но она продюсирует других людей? Нет-нет-нет, я имею в виду, я работаю у ее продюсера. Вы еще директора, и он же ее продюсер, и как бы... Я понял. То есть Ирина сама не продюсирует, она просто исполнительница? Нет-нет, да. Так, понимаете, а что вы делаете у продюсера Ирины Аллегровой? Все делаю. Все, что касается гастролей, помощи, отправка рекламы, отправка каких-то документов. Ну... Подождите, а вот я видел, вы тут какие-то ролики делали вот там для Шура, да, как нехреку, склоняется Шура или нет? По-моему, нет. Нет, вот вы для него такой, там, что-то так перей, такими губами красными. Это... Это вы... Я накрасил губы. Че? Это я не накрасил губы, это такая... фильтр такой. Фильтр, хорошо, но это вы просто, как бы, так сказать... Это как Моцарт садится, играет в стиле, там, допустим... Я люблю такую, я давно у меня... Другого, как бы, житель. А-а-а, окей. То есть... Почему сделал Шури? Потому что я с ним работал пять лет, ну, как бы, просто такую, как бы, подарочек ему сделал. Ему очень понравилось, я потом был на дне рождения у него. Ну, прям очень... Прям в местах, наверное, похоже, что... А для Аллегровой вы такой штучки не делали? Делал, на дне рождения делал. Ну, прежде. Я его кладывал на YouTube, а у меня в Instagram есть. А-а-а. В тот момент, когда был день рождения, это было вот в январе месяце, я был в Дубае, и я спел ее песню, ее голосом, которая с днем рождения, всем известная песня Аллегровой. Да. И я спел в костюме арабском. Ой. Это очень смешно. Да, интересно. Значит, хорошо. Вот я ребятам хочу сказать, откуда у нас вот это интервью возникло. Дело в том, что Макс, там, дружен с Натальей Квик, блогером из Флориды, и Наталья готовила видео, делала такой сюжет с разными поздравлениями, там, мой адрес. Наталья взяла у меня адрес дома, где я жил в Москве, там рядом институт связи, где я учился, и, значит, она тайным образом перебросила это, значит, Максу, а Макс пошел там снимать. Если вы видели этот сюжетик, вот там, где он идет, и там, квартира 32, там поднимается на пятый этаж, дверь ему никто не открывает. Вот это вот человек, который все это снимал. И там есть, ну вот кто знает, тот, конечно, а кто не знает, тот не поймет, но там есть интересный момент. Он ходит среди бела дня, так, снимает, снимает, потом вдруг, знаете, как глазом моргнул, и вдруг ночь такая, и он показывает институт связи в темноте. И вот, и, а там в ходу-то 10 минут, я не знаю, может он еще и на машине был, но, в принципе, оно не могло стемнеть за это время. Поэтому, вот я хочу, чтобы... Буквально 5 часов, вот с момента, когда еще светло, а потом темно, 5 часов. 5 часов, вот расскажите, что случилось в эти 5 часов, потому что я, это повод, на самом деле, для беседы, потому что мы так, я не мог такой материал оставить где-то там, только в сознании Натальи и Квик. Вот, это должно пойти в народ. Да, истории, конечно, ну я вообще всегда влипаю в какие-то истории. Так. Хорошие, нехорошие, но это про меня. Так. В общем, история такая, Наташа мне, значит, предложила сделать поздравление, но я люблю делать все необычное, как все уже поняли. Я думаю, сначала я ей говорю, давай я сниму на Красной площади, говорю, что я буду дома сидеть один снимать, мы с Михаилем не знакомы, поэтому, надо что-то необычное. Ну все, вот она мне, я снял, я решил все это сделать в один день. Я снял Красную площадь, все, потом у меня уже был адрес, она мне предложила, сможешь съездить? Я говорю, ну вообще не вопрос, что-то съездю, конечно. Приезжаю, по дороге все это я снимаю, как подъезжаю к дому, все, снял. Вот, кстати, я там не стал говорить о этом, но на самом деле дверь мне не то, что не открыли, но там был человек. Он мне не открыл, молодой какой-то был голос парень, он просто сказал, что он болеет и не может открыть. Я ему объяснил, говорю, что я просто хотел снять, говорю, делаю поздравительное видео, но он мне не открыл. Ну я уже не хочу это говорить, но сейчас уже ладно, все расскажу. Потом, значит, я выхожу из подъезда, обхожу дом с другой стороны, с которой я заходил, для того, чтобы еще раз заснять картинку, показать окна. И в этот момент, когда я снимаю, я слышу, что справа прям сапоги дудук-дудук на меня бегут. Я поворачиваюсь, два или три солдата. Что вы здесь снимаете? Я говорю, а что, вы вообще кто, простите? Я говорю, а что, думаю, отчитаться, почему я снимаю? Они говорят, здесь запрещено снимать. Я говорю, я не вас снимаю, я снимаю дом. Я им тут же даже показал, говорю. Я говорю, хотите, могу удалить последнее видео? Вы ничего там такого нету. Они говорят, нет, не удаляйте. Я говорю, а что случилось-то? Мы должны вас проводить к этому дежурному по части. А там, оказывается, в притык с вашим домом прям воинская часть. Мой отец служил в этой части. Ну, вот я думаю, что они, наверное, пробьют все. И до отца, и до всех. Потому что они... Ну, ладно, сейчас расскажу. Погодите, я только одну небольшую вставочку сделаю. Значит, это находится в Лефортово. Лефортово – это такой исторический район Москвы, где Петр I со своими потешными... Немецкая слобода, вот это времен Петра. Но сегодня это очень милитаризированный район. И в наше время тоже был. То есть, получается такая история. Если я, например, выйду на балкон той квартиры, где мы жили, то слева, по левую руку, следующее здание – это будет вот эта вот дивизия МВД, которая там находится. Дальше за дивизией МВД находится управление войск МВД Российской Федерации. На той стороне, через скверик, находится Академия британковых войск Малиновского. Раньше было, не знаю, как она сейчас. Если правее посмотреть, там находится Лефортовский следственный изолятор. Я прямо вот из окон в лице зрел. За изолятором находится почтовый ящик серьезной Центральной института авиамоторостроения. Чуть подальше находится госпиталь Бурденко военный. Сзади немножко находится дом культуры, дом офицеров Московского военного округа. Плюс какое-то количество шарашек, которые не знают, что там, но видно, что там что-то есть. Вот это тоже присутствует. То есть вот в эпицентре этого места, значит, Макс снимал. Причем, на самом деле, я там не видно сразу, что это будет скачаться. Обычно какие-то звезды на воротах. Я этого не видел. И на видео я потом присмотрел его тысячу раз, потому что в итоге оно у меня осталось. Еще солнце падало. Там вообще непонятно, что это будет скачаться. Дело не так. Они меня уводят. Уводят на КПП. Дневальные рядовые солдаты оказались такие прям нагловатые. Типа, мол, ваши документы. Я говорю, вы простите, кто? Я говорю, что я вам должен показывать документы. Вы милиция или кто? На каком основании вообще вы меня здесь делаете? Я говорю, вызывайте милицию, будем разговаривать. Пришел, потом, значит, их дежурный лейтенант довольно-таки культурно со мной пообщался. Я ему все объяснил. Но кроме вот этого первого солдата, у меня-то до сих пор так никто и не просит. Что я снял? Я говорю, я думаю, странно, мне интересно, что ли? Им лишь бы повод, что кого-то они шпиона поймали. Я очень был этому удивлен. Минут через 15, в общем, приезжает милиция. Ну, милиция, конечно, себя вальяжно вела так, что случилось, что то. Меня обыскали полностью. Я весь свой рюкзак, я вывернул наизнанку. Они проверяли буквально каждую конфету, каждую жвачку. Но это было вообще, конечно, неприятно, честно говоря. Ощущался я каким-то непонятным кем. Это уже милиция или военная комендатура? Это еще все происходит на территории КПП. Вот там проходная. Ну, в общем, они меня все проверили. Мы пошли к моей машине. Они обыскали всю машину. Самый прикол. У меня вторые ключи от квартиры родителей лежат в бардачке. Жалко, я их сейчас не взял. Там брелок, на которых написано FBI. Он так смотрит на них. А что это такое? Я говорю, вы вообще что ли? Это брелок. Это просто брелок. Это не ФБР. Ну, в общем, смешно, конечно, это все было. Сначала, потом мне уже как-то все, смех куда-то у меня исчезал. Милиция меня увозит к себе в отделение для дачи показаний. Сначала я там пришел, посидел, потом пришел, минут 15 я сидел, кого-то ждал, пришел какой-то мужчина, меня увезли на второй этаж, а там вот было как в кино, потому что вот это вот пронумерованная такая вот сзади, когда, знаете, фотографируют и так, и так, и сзади сколько это. Ну, это, в общем, все отпечатки пальцев, всей ладони, каждого пальца, все с меня сняли. Потом посадили в кресло, вот так, вот так, вот так. В общем, пофотографировали меня полностью. Я состоял объяснительную, они говорят, напишите объяснительную, что произошло. Я написал, как есть, то есть снимал, говорю, видео, поздравления человеку. Но на свою ошибку, на свою дурость я сказал, что это для человека, который живет в Америке. Конечно, ему этого не нужно было говорить, потому что это только вот эти вот пять часов, это как раз из-за них. Понимаете, все как бы одно к одному. Шпион, точно, снимаем для Америки воинскую часть. Это вообще, конечно, дурно. А я слышал какую-то вот такую версию, что вы сами когда-то служили там где-то ФСБ, и что они, узнав об этом, подумали, что вообще... Это вообще, это просто, просто все совпало. Сам бывший работник, снимает, может, встречает. Америка, в связи с этими сложными отношениями с Америкой. Ну, конечно, по-моему. И в итоге я в милиции, все, меня допросили, за мной потом пришел гражданский человек из воинской части и опять меня забрал. Забрал, говорит, с тобой, говорит, еще хотят поговорить какие-то там поставленные, ну, не знаю, офицеры. Ну, нужно ждать. Просидел я два часа просто дожидать. Приходит мужчина, довольно-таки приличный, культурный, говорит, вас здесь не обижали. Я говорю, да нет, все хорошо. Вот, вы тут делите мне 15 минут, я говорю, вопрос вообще, без проблем. А ему видно, что его вызвали, это воскресенье было, его вызвали из дома, он, конечно, не очень, видимо, в настроении был. Ну, и, а там-то слухи-то, видать, доложили, что шпионы поймали. Но он такой, прям на радостях весь такой. Вот, все, сейчас он себе это. Ну, в общем, мы пошли к нему в кабинет. 15 минут превратились в еще очередные два часа. Я ему начал все подробно. Вот так мы сначала с ним сели. Ну, так довольно-таки нормально мы с ним поговорили. Я ему начал показывать все от Красной площади, потому что много было видео. И все пошагово, он каждое видео у меня просмотрел. И с каждым видео настроение у него падало, потому что он понимал, что я не шпион. Облом, облом, да. Мне пришлось ему рассказать все про свой канал, про Наташу, про вас, что-то. Я говорю, вы можете посмотреть, говорю, как бы все. Это просто смешно, говорю. Я говорю, я только одного не могу понять. Я вот 4 часа ждал, и никто даже не поинтересовался. Ни в милиции, ни в дежурной, не посмотрел, что за видео у меня. Почему им неинтересно? Может, там вообще нету волнительской части на каком основании? Меня задержали. А там действительно ее и нету. Маленький секундный кусочек просто какого-то здания, непонятно какого. Ну и все. В общем, мы с ним поговорили. Он говорит, да, я все понимаю, но я сам должен составить все это в письменном виде. Расскажите, как судим. Ну, я ему все рассказал, как есть. Пожелал мне удачи. Угостил чаем. И для этого мы и расстались. То есть не уточнял там, что за профессия, там, тестер программного обеспечения, там, не заинтересовался? Нет, нет, он этим не интересовал. Соответственно, что он подробно расспрашивал про меня, что когда я работал. У меня, во-первых, вообще все военные, у меня и брат, и отец, как бы, ну, ему все это тоже было интересно. Я бы про YouTube ему рассказал, что там можно зарабатывать деньги. Он очень был удивлен. Я думаю, честно говоря, даже он это, может быть, интервью увидит, потому что он записал все эти каналы. Может быть, они и посматривают периодически и ждут, когда же я, как шпион, все там расскажу. Так, а какого возраста был человек? Который разговаривал со мной? Да. Может, мой ровесник. А, ну, то есть, не то, что генерал-майор какой-то там. Не-не-не, лет 30, 35-40. Я-то вырос вот на этом пятачке. И дом, в который вы заходили... Адрес, что-то пропьем по этим там, по домовым книгам. Ну, да-да. Так вот, дом, в котором мы жили, этот дом был построен стройбатом. И это был дом от вот этой самой воинской части, которая там стоит. Поэтому все военные жили. Да, это не вообще военные, это МВД. То есть, вот, у меня отец работал начальником комендатуры на военном заводе большом. То есть, они занимаются охраной предприятий. Вот. Ну, и они примыкают прямо к управлению войск МВД, вот, которая за ними стоит такой, с большим количеством антенн на крыше здания. И я там вот вырос, и меня всегда в детстве поражало количество полковников, вот, вашего там возраста, или там, ну, там, где-то, 32-33, вот такие вот. Они там просто бегали через одного, такие молодые пацаны, ну, в управлении, видимо, там. Какие-то были года, вот, ваше детство там. Ну, я там жил с 61-го года. Да, это же дом, он кирпичный, это только-только начали строить хрущевки. И вот это была одна из первых хрущевок. Там сносили бараки в это время, вот там скверик такой. Подъезд изменился, я снимал видео. Ну, вот на первом этаже плиточку положили вдоль стенки, да, там плиточки не было. Что еще? Вот это вот, там, где счетчик стоит, с номером квартиры 32, у меня такое ощущение, что она с тех пор стоит. И даже вот эта вот надпись 32, такое ощущение, что она не менялась. То есть, я последний раз там был, наверное, в году, не знаю, там, в 80-м. Там брат мой жил в этой квартире потом. То есть, он из этой квартиры сюда приезжал в 93-м году. Вот он жил там в этой квартире. А уже после 93-го там уже какие-то другие люди. Ну, да, 92-й, 93-й. Вот, и подъезд тот же самый, все то же самое, дверь. Единственное, что вот наружная дверь, там на ней кодовый замочек какой-то, да, и она как-то металлом оббита. Вот. Раньше не было металла. Она вся железная. Железная. У нас давно уже все железные двери поставили. Раньше была деревянная. Ну, да, там фанюра была. Я из моих воспоминаний, там была мерзопакостная железная ручка такая, знаете, это, есть такое, в наше время была такая шутка, что такое, приведите пример сексуально-скобиновые изделия. Это не слышали такое? Нет. Нет, ну это, говорит, вот там, задница с ручкой. И вот там была вот эта вот ручка, которая сделана была из такого поганого металла, что все дети зимой примерзали к ней языком. Вы можете сказать, почему дети, собственно, ее лизали. Это отдельный вопрос, но никто не мог поверить, что кто-то примерз. Понимаешь? И каждый должен был сам попробовать. В общем, и там на первом этаже женщина была с чайником, она отливала это все. В общем, дети оттуда такие были изуверские условия. Вот. Так что сейчас, конечно, дверь лучше смотрится. Она была открыта. Я вообще был уверен, что я попаду туда. Покажу на открытую. Она открытая была, да, вроде замок кодовый стоит. И единственное, что изменилось вообще во всем этом месте, это то, что вот если из дома выйти, из парадного, прямо вот перед вами, там такие здоровенные две башни стоят. Громадные, да. Мне сказали, что это тоже относится к военной части. Ну, наверное. Оно, конечно, очень красивое, и я бы сказал, смотрится изумительно. Но вот этого не было. Там просто была вот эта часть. Она занимала довольно большую территорию, и там, где вот эти вот стоят, там была автобаза этой части. Там стояли такие здания одноэтажные. А вот как они там, мне интересно, живут? Неужели им нельзя выйти на балкон с фотоаппаратом и сфотографировать небо? Тоже, наверное, арестуют травы? Я не думаю, что во дворе жилого дома нельзя снимать жилой дом. Это очень странно. Ну, все эти дома выходят прямо на эту больскую часть. Ну, я даже не знаю. Я вот выходил на балкон. Вот он, Лефортовский изолятор. Все время машина туда заезжает, обычно. Ну, заезжают. Ну, Лефортовский изолятор. Совершенно не изменился стадион, который с той стороны энергетической улицы. Вот вы там это показали, какой-то там манеж или ангар, как-то вы это назвали. Это место. Это манеж стадиона. Там находится стадион энергии, который раньше принадлежал и, наверное, и сейчас принадлежит энергетическому институту, который там вдоль улицы общежитие стоят. Вот вся энергетическая улица. С левой стороны вот это институт авиамостроения, а с правой стороны большие здания стоят. Это общежитие энергетического института. И вот этот стадион «Энергия» принадлежал институту энергетическому, и вот там этот манеж для зимних видов спорта. Я всё своё сознательное детство там в разных секциях прозанимался, на этом стадионе. Единственное, что мы не ходили в обход, а прямо через забор ходили, вот туда, раз туда, из-под окна. Но там благоустроенно, конечно, стало, и там ещё, знаете что? Там, конечно, очень всё упарковали автомобилями. Раньше вот такого не было. Они там просто со всех сторон, и я сейчас высморкать снег нет. Машины, машины, машины. Было очень просторно раньше. То есть, ну там... Ну, наверное, сейчас по всему городу так, да. Потом, если больших домов понастроить, так... Да, вышел оттуда, я думаю, сил, конечно, уже не было. Настроения уже не было. Думаю, нет. Я знаю, что этот институт где-то рядом. Я запил его в гугле, думаю, доеду, всё равно в темноте сниму. Ну, там по прямой, там, чё там. Да. Да, да. Институт узнаваемый. А внутренне, наверное, не должны пускать. Там как-то в наше время не пускали без удостоверения. Сене было, там вообще всё закрыто. Да. Ну, дай ему бог здоровья. Мне тут студенты из онлайнового класса на день рождения прислали... Где-то они в Канаде там заказали майку с эмблемой института связи. Вот. И, значит, они мне прислали майку. И там, как он сейчас называется, Матуси. Технический университет связи. Московский технический университет связи. С таким лейблом. Вот мне прислали. У меня теперь есть. Мне всегда... Мне очень хотелось. Я могу надеть Бёркли или Стэнфорд. Но это же не то. Это каждый может. Понимаешь? А институт связи-то? Ну, как же. Ну, что же. Хорошо. Но вы не то, что перепугались как-то сильно. Или так удивились. Нет. Там или я. Нет. Ну, вот вы. Они вам говорят. Вы мне говорили, ребята, а в чём я виноват? Что я не то сделал? Ну, как бы, типа, что снимать нельзя. Нет. Мне было в каких-то моментах прям так напряжённо, неприятно. Потому что, особенно, когда там отпечатки баются, фотографируют. Как-то так смотрят на меня, как, я не знаю, как будто я действительно преступник какой-то. Это неприятно. Так это вы думаете, что этот вот с пятого этажа-то на вас там стукнул, что ли? Или дни? Они просто меня увидели. Вот эти дневальные на КПП. Меня увидели, что я хожу с телефоном и снимаю. Всё. Они тут же моментально среагировали, как настоящие... Из органов. Странспортный порядок. Ну, да. Там всегда была проходная. Там прямо вот... Там такое помещение небольшое. Там всегда была проходная. И там никогда не было звёзд на воротах. Вообще не узнавать знаков. Ворота были. Ворота были. Но без звёзд. Но это вдалеке не видно. Да. Он даже, когда он мне всё посмотрел, он даже не сказал удалить. Я говорю, может, не удалить? Да. А там ещё всё время под окнами ходили двоеннослужащие. Ну, так, в баню, наверное, ходили. Я так сейчас уже с одним числом думаю. И они так ходили. И на подходе к этому КПП они начинали громко петь. И вот то, что они тогда пели, мы уже во дворе, мальчики, мы все исполняли. Я не знаю, как сейчас. Есть такая песня или нет? Вот там они пели. Путь далёк у нас с тобою. Веселей, солдат, гляди. Вьётся, вьётся знамя полковое. Командиры впереди, солдаты. В путь. Нет сейчас такой? Я такую песню не слышал, но мы другие пели когда-то. Я не помню, какие. Но мы когда в баню ходили, мы всегда пели тоже. Вот. Ну, они вот именно, мне кажется, они эпатировали народ на подходе к казарме. Они уже так как-то вдруг начинали петь. Не то, что они по всему городу пели. Но вот они там, такие солдатики ходили в красных погонщиках. Да, такое время было. Ну, что же. Спасибо. Давайте я только, знаете, ещё что? Вот ваш канал, вы чего туда вывешиваете? То есть, вот скажем, ваша аудитория, она за каким материалом приходит? Да, аудитория, конечно, пока ещё маленькая. Всего там до 700 человек. Я вот год назад открыл этот канал и тут сразу же уехал в Америку, кстати. Я в Майяне прожил полгода. А-а-а. В декабре. Сначала я выкладывал всякую дурь. Ну, я люблю прикалываться, шутить. Потом, когда я вернулся в декабре, я начал там, ну, гастроли какие-то выкладывать. Там, ну, всем интересно же закулись на это всякая жизнь. Там, в Сочи были у нас концерты. Новый год, Красная площадь интересная. Вот люди смотрят. Ну, все прям пишут в восторге. Потом, что ещё? Ездил отдыхать, какие-то обзоры. Вот сейчас эти клип с Наташей мы сняли. Там, Шурея. Ну, всякое такое вот. А вот, скажем, какой-нибудь, вот тут же Шура, например. Он не возражает, что вы что-то такое раз и куда-то вывесили там? Он нет. Он нет. А тут есть люди, которые, например, не любят этого, да? Среди артистов. Ирина Аллегрова, она не любит, чтобы её фотографировали на концертах и снимали на концертах. Но я это всё делал аккуратно и без какой-то пошлости. Всё было прилично, достойно. У меня очень прикольное видео, поздравление мамы было. В марте месяца люди просто в восторге. Я собрал там каких-то мох артистов и все поздравляли её. Я это всё там обмонтировал. Ну, приятно маме, наверное. Снимал мамину реакцию. Тут же её накладывал, когда вот она смотрит какого-нибудь, там, Аллегрова поздравляет её. Она раз, тут же смотрит и там, и ах, и ок. И, ну, в общем, трогательно, приятно было ей, конечно. У нас тут есть приятель. Я его снимал у нас на канале, такой Саша Новосёвых. Мы с ним учились в институте вместе. Он приехал на 10 лет раньше нас. И я как-то вот заснимал у него рассказ на эту тему, потому что к нему, когда домой приходишь, у него такой альбом. И там фотографии со всеми российскими звёздами эстрады начала 90-х. Потому что они приезжали, тогда, значит, в России денег там было не заработать, кризис, вот, и их привозили сюда. Ну, здесь тоже на ком, вот, на пенсионерах там по 10 долларов билеты. В общем, организаторы концертов их раскидывали по людям, у которых, ну, какое-то жильё было там. А у Саши был дом хороший. И вот он в этом доме, значит, там, принимал, они у него там ночевали. Там и Ширвинд с Державиной, вот, Олегрова, в частности. Там ещё какой-то народ. И вот, так, я так, фотографии. Так что, мир тесен. Я был тоже в Лос-Анджелесе 3 года назад, где-то неделю, наверное, из Лос-Легаса. Ну, так, решать. Слушайте, а вот если по Москве идти в майке, там будет написано, там, Майами или, там, Лос-Анджелес. Не будет негативной какой-то реакции? Абсолютно. У меня бейсболка с американскими флагами. То есть ничего, да? Потому что я слышал, что можно нарваться там. Ну, я, честно говоря, таких случаев не слышал, и, в общем, на данном бред какой-то. Ну, нормально, тогда хорошо. А то, так, думаю... Ну, что-то сталкивает народ-то. Ну, что же. Хорошо, ладно. Тогда, знаете что? Вы, поскольку там в скайпе я у вас есть, вы мне сбросите ссылочку на ваш канал. А то скайп это скайп, а ютюб это ютюб, ладно? Хорошо. Я тогда вот, сам, ребятам сброшу. И кто захочет, пусть придут, посмотрят. А история эта, я считаю, она... Я даже думаю, как ее назвать. И вот сейчас думаю, как вот дружба с Натальей Квик там... Как дружба с Натальей Квик может довести до Цубунгера, например? Да, что-нибудь такое. Что-нибудь такое. Ладно, хорошо. Я ей обещал, что... Вот мы поговорим, и она тоже может у себя на канале повисеть, потому что ей... Она как бы сопричастна этой историей. Я ей первый позвонил. Она говорит, ну тогда нужно было записывать видео. У тебя такие вопросы, и страх, и уже все там... Я говорю, ну да. Да-да, она мне говорит, ты представляешь, он такой... Такое шалевшее. Ну вот, так что... Я заодно уже такое, значит, хотел поблагодарить за, так сказать, за заботу, за сюжет. Очень трогательно было, на самом деле. Так мы еще так вокруг поснимали, и там... Там еще детский сад остался, да, вот этот... Полдвора было за забором. Да, что-то есть там. Да, там полдвора, это детский сад, который в этом же здании, там вход с улицы. И я в этом детсаду, можно сказать, вырос с четырех лет. И в этом вот загончике, вот там, гулял, когда был в садике, а с другой стороны, когда после садика. Так что это такое место очень интересное. Ой, господи, столько лет прошло, прям страшно-страшно. Думаю, вроде, откуда столько? Хотя по патчпорту вроде нормально все. Ну хорошо, да. Были в России. Что-что? В России когда были последние рамки? В 2003 году. По делу мне нужно было съездить. Были люди, общие знакомые, значит, которые хотели, как бы, отделение нашей школы открыть. Но они были предпринимательные. То есть у них какое-то хозяйство, у них было рекламное агентство. У них было... Знаете, что они делали? Они производили витрины для магазинов. Не витрины наружные, а вот где товар лежит. Они производили вот эти витрины. И они как бы вышли, исчерпали потенциал своего рынка. И они искали, чем бы еще заняться. И вот у нас был общий знакомый. И мы с ним... Ну, слушайте, не со знакомыми, мы со Светой поехали погулять. Одноклассники мои собрались. Вот, и мы так... Ноябрь был холодно, я так промерз. Я был совершенно уверен, что я... Я же из этого климата, как я могу замерзнуть, правда? Вот, и вроде я... И не так холодно, это не было 30 градусов. Ну, было там минус 7, да? И вот минус 4, минус 5. Я не знаю, ну, так окоченел просто. Уже себе свитер купил из какой-то... Козьей шерсти на толчке. И шапку такую с ушами натянуть. Там такая кепка вроде, а так ее лучше. Какой немец под Москвой. Ну, в общем... Страшное дело, промерз очень. Я приехал. А? Мои желаний не было приехать. Все очень сделано, некомфортно. Так, чтобы не хотелось. Например, мы сняли квартиру у знакомых. Потому что мы, на самом деле, не любим кушать в общепите. Мы готовим. У меня диабет и все такое. Мы сняли квартиру у знакомых. Если бы мы в гостинице жили, то не было бы проблем с пропиской. Они автоматом это делают. Но поскольку мы сняли квартиру сами, то нужно было куда-то пойти. А мы же законопослушные. Надо прописать. Значит, надо. Значит, с трудом нашли это место. Где-то на Леевском проспекте. Ну, не знаете, как вот... Не то, что офисы, заходишь с улицы. А где-то со двора. И там 10 подъездов. В каком, непонятно. В полуподвале одного из подъездов. Говорите про временную регистрацию? Да. Временную регистрацию. И вот, значит, нашли мы, наконец, эту страшную контору. И они у нас... Я уже не говорю, что они взяли с нас еще раз деньги. Хотя мы за это уже заплатили. При покупке путевки. Но дело не в этом. Они говорят, мы у вас на три дня паспорт заберем. Я говорю, как паспорт заберем? И что? Они говорят, ну, надо же его... Это самое... Я как же без паспорта? Говорят, да вы не волнуйтесь, мы сейчас на ксерокопию сделаем. Мы три дня ходили с ксерокопией американского паспорта. Ну, хорошо, нас не останавливал никто. Так как-то... Но, знаете, еще что? Было очень тяжелое впечатление. Вот идешь по городу, неважно где, метро там мы ездили и там еще что-то, всюду шмонали кавказцев. Вот идешь, и вот каждые там, не знаю, 100 метров, 200 метров стоят там пары милиционеров, и какого-то кавказца, значит, опрашивают, не знаю, что они там с ним делают, но какой-то разговор ведется. Ну, а так, да. Почему не надо было делать эту регистрацию? Вы же русский, как бы... Ну, да, но представь, все вот тебя останавливают, говорят, предъявите документы, а у тебя раз, и регистрации нету. А должно быть, получается, тебя... Ну, конечно, в Москве с 97-го года у меня ни разу не останавливают. Это верно? На машине, да, а просто по городу гуляю ни разу. А мы законопослушные. Плюс мы иностранцы. Если нас уже в участок заберут, это уже нам так могут что-нибудь лишнего пришить, там, поди знай. Вот, или там, что... А мы взятки не даем, я не знаю, как от них откупаться, я никогда в жизни взяток не давал. В общем, короче, не знаю, в общем, мы боялись. Да, но в целом было интересно. Я, например, мне дочь говорит, вы когда будете в Москве, пойдите в такой ресторан, называется... С телегами, там, как вы, ну, не знаю. Ёлки-палки. Ёлки-палки. И, значит, ну, и мы там, народы говорят, где-то у вас ёлки-палки. Я говорю, ребята, ну что, вы не хотите туда, это совершенно не то место, куда вы хотите пойти. И они нас вводят в какие-то представительские места, там, Пушкин, там, ещё куда-то. А клубные какие-то места, где там без членства не попасть. А тут, значит, эти ёлки-палки. И на Пушкинской, там, у метро Пушкинской, значит, там какой-то монгольский, мы не рискнули. А вот... А сейчас всё снесли. Снесли, ну, слава богу. А то, значит, было на Калининском. И там были какие-то ёлки-палки. И мы туда заходим. И мне понравилось. Там такие мальчики, девочки одетые, молоденькие, такие нарядненькие. В таких мундирчиках там бегают. И там действительно телега. Одна, две телеги было. Одна телега с... Здесь это очень дорого. Холодные закуски. И тут тебе маринады, и соленья, и свеколка, и огурчик, там, и капустка. Я не знаю, там штук сорок наименований. Ну, то есть, просто на большие деньги. И раньше это было потрясающее место. Сейчас оно уже как-то... Испортилось. Там спросилось много других похожих. А вторая телега, значит, там жаркое. Ну, в общем, и я говорю, почём? Сколько? Они говорят, 10 долларов. Ну, говорят, два подхода. Я говорю, а если... Я говорю, не ограничивать. Он так на меня смотрит и говорит, ну, тогда 12. Я говорю, всё. Я говорю, 12 долларов. И я на форуме потом описывал это. И мне говорят, а что, там есть такое? Я говорю, ну, да. Ну, вот просто никто не знал, что есть. За 12 долларов. И мы там уже... Я понял, почему дочь сказала, что надо там побывать. Поэтому там... Москва ещё, я могу сказать, очень кардинально отличается от большинства мест, где приходится бывать, количеством сувениров, которые там можно купить. Разнообразие. Разнообразие. То есть вы можете поехать в Баварию, и там будет, например, там 300 разных кружек для пива. Но это всё равно кружка для пива. И, скажем, если их 20 штук поставить, не знаешь, как взять, потому что они, в принципе, хоть и разные, но всё равно одинаковые. А здесь номенклатура разных этих самых изделий, которые можно купить, она очень-очень такая существенная. То есть есть сувениры. Но опять... Вот мы купили там какие-то картинки на... Как называется? Ярмарка. Ярмарка. Ярмарка такая на улице. Ой, забыл место. Нет, за много лет. В общем, в Измайлу. По-моему, в Измайлу. Слово. А может быть, не Измайл. В общем, где-то. Короче, где-то вот большая такая ярмарка была. И там купила несколько картинок. Очаровательных, кстати. Ну, такие, ну... Мне о чём говорить, но просто так мне понравилось. И так нам не дали вывезти. Прям в аэропорту. Говорит, вы что, с ума подсходили, что ли? И, значит, мы там отдали провожающей девушке, и потом она в чемодане привезла. Я культурно в тубус положил. Я же не контрабандист какой. Сунул бы в чемодан, никто бы не заметил. Понимаешь? Но я культурно иду через границу с тубусом. Они говорят, а что? Я говорю, вот, говорю, там на толчке купил. И, может быть, какие-то там старинные? Нет? Да нет, ну, алкаш там рисует, стоит он. У него там все люди, которые присутствуют на картине, они все он. То есть, это он всюду. И вот в таких вот шапках у него ухо туда, ухо сюда, стол с бутылкой водки там во фиписахусе сидят. И он сам пьяный стоит, это ещё продаёт. И Светлана ему говорит... Она говорит, скажите, почему вот они у вас водку пьют? Он говорит, а что же мужикам пить? Она говорит, ну, говорит, могли бы кушать борщ? Какие цветы? И он, он... Мужики! Он говорит, борщ! Он долго не мог успокоиться. В общем, нам потом это всё привезли. Но абсолютно там ничего такого у него. Он рассказал, что однажды он там нарисовал какую-то встречу в верхах. Там Ельцин, не помню, с кем он там был, с американским президентом, с немецким, и к нему подошли и сказали убрать это. И тогда он пришёл домой, выцарапал всех троих и нарисовал себя на всех троих. И вот с тех пор у него такой стиль он рисует. Все люди, это он. И там, кстати, шапка так, уши в разные стороны. Небритый и пьяный. У нас у всех знакомых сейчас такие висят. Вот этого мастера. Уже пошла такая линия. Так что, друзья, будете везти что-то из Москвы, поезжайте вот туда. По-моему, Измайлова, да. Поезжайте там, значит, толчок такой. Увидите пьяного дядьку. Там у него все портреты одинаковые. Люди, это он, вот это везите с водкой. Да, так что, ну, неплохие воспитания, но просто так изменилось всё за это время. Как бы в другую страну. У меня было ощущение, что я как через стену, через стекло в аквариум смотрю. То есть, как бы, вот я вроде физически присутствую, но ощущение было, что я за стеной такой прозрачный. И вот. Шоу за стеклом такое. Да, да, я смотрел, да. Первый, первый этот самый я смотрел, да. Ой, ну что же, ладно. Значит, приятно поболтать было. Если что, можем запросто там пуститься в воспоминания. Вот. Или там, вы должны что-нибудь скабрёзное рассказывать про деятелей культуры. Таташа, у меня тоже время прочно. Скажи что-нибудь такое. Ну, конечно. Это понятно, что для цена всем всё интересно. У нас в Москве была приятельница, а мы все учились в аспирантуру, там, в Академии педагогических наук. Это жена моя, я и там подружка наша. И подружка занималась теорией воспитания. Причём, я не знаю почему, она после института, она физик вообще, преподаватель физики, она работала в ПТУ в текстильном. Преподавала физику по распределению. Ну, и там девки, конечно. В общем, она после этого смехнулась на том, чтобы заниматься половым воспитанием учащихся профтехучинок. И, значит, когда у неё уже диссертация была готова, и она дала почитать нам, значит, что у неё там диссертация. И вот каждый раз страницу перелистываю, и думаешь, ну вот сейчас клубника будет. Это нет, вот опять. Идёт, идёт. И вот толстый такой документ, и думаешь, ну вот на следующей странице. И вот так, в общем, облом вышел. А сейчас в Монреале живёт, софтфор тестирует. Да, так что не прошла мимо нашей школы. Хорошо, Макс, давайте мы это самое. Спасибо большое, что пригласили, пообщаться. Да, ладно, я пойду сейчас сделаю сюжетик и ребятам повешу. Пусть посмеются. И пусть приходят. Добро пожаловать. Ладенько, счастливо.